SCP-1414-RU С центром в точке с указанными координатами. Объявлено закрытой для судоходства, как гражданского, так и военного. В случае обнаружения сигнала SCP-1414 запретная зона смещается. Её центром назначается точка последней пеленгации источника сигнала. За границами вышеуказанной области на постоянной основе располагается 12 эсминцев, одна авианосная ударная группа. Внутри периметра закрытой зоны на постоянной основе располагаются 5 дистанционно управляемых кораблей без экипажей, два из которых должны содержать источники ионизирующего излучения. В случае атаки объекта на какой-либо из кораблей надлежит немедленно начать войсковую операцию по плану «Гарпун-2». Описание. SCP-1414 представляет собой неизвестный науке существо длиной свыше 180 метров, обитающее преимущественно в северной части Тихого океана и способное погружаться на глубину свыше 5700 метров. В зоне своей активности объект агрессивен по отношению к малым судам, дизельным и атомным подводным лодкам. Кроме того, зарегистрировано несколько нападений на крупные суда, объединяющие признак которых заключается в наличии ядерно-энергетической установки на борту или больших запасов радиоактивного груза. История изучения. Исходящий от объекта акустический сигнал с частотой 52 Гц впервые был обнаружен в 1989 году командой Вудсхоллского океанографического института. Согласно проведенному анализу, записанный звук имел биологическую природу и по своей структуре напоминал песен китов, хотя и звучал на недостижимой для них частоте. Учеными было выдвинуто предположение, что сигнал мог принадлежать неизвестному науке виду китообразного, либо мутировавшую особи синего кита, единственный в своем роде. После того, как информацией заинтересовались аналитики фонда, в район Иллиутских островов было направлено несколько океанографических экспедиций, тайно финансируемых организацией. В результате одной из них было обнаружено, что источник сигнала находится в движении на глубине свыше 5700 метров в ультрабессальной океанической зоне. Ультрабессальная океаническая зона, глубина свыше 5000 метров. Хотя ни одно китообразное, ровно как и другое крупное морское существо, не может обитать на подобных глубинах, вследствие экстремального высокого давления, низких температур и полного отсутствия света. Научно-исследовательская команда подверглась коррекции памяти. В научное сообщество была выпущена утвержденная фондом информация о феномене. Сотрудники могут ознакомиться с легендой прикрытием по запросу. 52-герцовый кит. После присвоения объекта номера SCP-1414 за источником акустического сигнала было установлено дистанционное наблюдение. С 1990 по 1905 в зоне активности объекта было зарегистрировано 35 случаев исчезновения кораблей без вести. В основном это были не крупные океанические яхты, рыболовные и китобойные суда. Исчезновению подверглись также три крупных судна с радиоактивным грузом и дизель-электрическая подлодка ВМС Республики Корея. Удаленность от берега и невозможность наблюдения объекта в отсутствии акустических сигналов долгое время не позволяли непосредственно зафиксировать SCP-1414. 03.02.1996 года На удалении 15 морских миль от места последнего пилинга сигнала SCP-1414 была атакована атомная подводная лодка США, USS Гидролокация дна в зоне атаки позволила зафиксировать остатки USS на глубине 2361 метр. У лодки были обнаружены множественные рваные повреждения корпуса в центральной части. Более детальный анализ позволил выявить отсутствие реакторного отсека и правого ряда шахт ракет Trident II. Повреждений, характерных для внутреннего и внешнего взрыва, обнаружить не удалось. Судя по обрывочным сообщениям, полученным через аварийный буй, субмарина столкнулась с неизвестным существом колоссального размера, вдвое превышающим размер лодки. Другой важной находкой из-за аварийного боя оказалась запись еще одного слабого сигнала, исходящего от SCP-1414. Было установлено, что он имеет значительное сходство с типовой военной передачей Советского флота, Советского Союза на сверхнизких частотах, сигналом бедствия, экстренная ситуация, пожар на борту. В ответ на запрос фонда правительство РФ заявило об отсутствии у России и стран бывшего СССР технологии сверхглубокого погружения. Дополнительное расследование фонда позволило обнаружить документы по его источнику сигнала в уцелевших архивах НИИ Прогресс ВМФ России. Директору НИИ Прогресс академику Ковалеву ГВ от начальника бюро номер 8 кибернетика академика Милосердова СМ. Служебная записка. Уважаемый Григорий Васильевич, в рамках текущей деятельности бюро номер 8 сообщаю вам о прорыве в исследовании возможного прикладного использования удалено. Как вам известно, в 1979 советскими специалистами в Вьетнаме был обнаружен и доставлен к нам удалено. Данный предмет использовался одним из местных рыбаков для вступления в примитивный двусторонний контакт с представителями морской и океанической фауны. Рыбак утверждал, что может воспринимать мысли косяков рыб, кашалотов, акул и представителей других видов. Контакт представлял собой возникновение абстрактных, но понятных визуальных образов и обрывков фраз, идей, возникающих в сознании субъекта. Обратная связь также представляла собой простое формирование мыслеформы, сознательно адресованной контактируемой особи. Мужчина использовал «удалено» для успешной рыбной ловли, запрашивая у рыб информацию о скоплении необходимого ему улова, стараясь при этом вылавливать глупые виды, то есть различного рода гребешки, кальмары и прочие местные деликатесы. На сегодняшний день сотрудникам бюро номер 8 «Кибернетика» удалось адаптировать данную технологию к применению в связке с АВМ, а также многократно расширить канал двусторонней передачи данных. Используя уже имеющиеся разработки «НИИ Прогресс» в сфере глобальной радиопередачи, мы предлагаем вам утвердить научно-исследовательский проект «Нептун». На базе научно-исследовательского судна «Юрий Гагарин» мы предлагаем применить специально разработанную небольшую спускаемую герметическую капсулу батискав, устойчивую к сверхвысоким давлениям. В неё будет помещена система из четырёх компонентов. Компактный АВМ сравнительно небольшой мощности с источником питания и разработки «НИИ» удалено. Хранимый по технологии бюро номер 4 изъятый живой мозг, представители китообразных и передатчик разработки «НИИ». Полученный комплекс позволит нам осуществлять масштабные глобаководные океанические исследования. Принцип функционирования следующий. В капсуле, опущенной в воду, АВМ через «Удалено» подаёт программно определённый запрос в мозг китообразного. Тот, в свою очередь, рассылает данный сигнал в виде песни на частоте 52 Гц. Такая частота обычно не используется китами в общении, но воспринимается. Всем представителям китовых в радиусе действия передатчика. Отклики китов будут содержать в себе необходимую нам информацию. Состав их структуру морской флоры и фауны, схемы и характеристики течения дна, наличие загрязнений, затонувших объектов, подводных вулканов и тому подобное. Объект также может быть полезен для предупреждения стихийных бедствий в виде цунами. Нами гораздо точнее будут регистрироваться подводные тектонические колебания. Огромный массив получаемой информации мы сможем оперативно передавать в Советский Союз через антенны корабля и спутниковую систему орбита. Исследовательский комплекс может использоваться практически непрерывно. Исключение составит лишь плановая замена мозга китообразного раз в полгода. Данная операция необходима в связи со снижением функции мозга от продолжительной работы и обнаруженным нами деструктивным влиянием на разум кита длительного нахождения рядом удалено. Начальник бюро номер 8 кибернетика. Академик Милосердова СМ. Совершенно секретно. Штаб Северного флота СССР. Донесение 475 дробь 212-3274. Докладываю, что в ней прогресс разработан и активно используются технологии дистанционного получения информации об океанической подводной среде. Полное описание технологии прикладываю в приложение к донесению. Интерес флота к данной разработке обусловлен широкими возможностями ее боевого применения на атомных подводных лодках ВМФ. Так аппарат позволяет осуществлять шифрованные подводные передачи в виде китовых песен, что позволяет скрывать как сам факт контакта, так и содержание передаваемых сообщений. Источник передачи будет защищен своей китовой легендой от возможного обнаружения, преследования и пеленгации. Однако самым главным преимуществом технологии является возможность осуществлять дальнюю морскую разведку силами представителей китовых. Мы можем загрузить в устройство программу поиска вражеских подводных лодок, отправлять животных к военно-морским базам, определять места нахождения устройств американской гидроакустической системы СОСОУС, а если потребуется уничтожить ее. Да и в целом собирать информацию о любых перемещениях в Мировом океане. В случае начала полномасштабного конфликта, либо готовясь к его началу, мы можем отдать приказ об атаках китовых на вражеские подлодки. Прошу немедленно рассмотреть вопросы передачи данной технологии ВМФ. Аппарат даже не потребуется дорабатывать. Несмотря на габариты барокапсулы, небольшая перестройка акулы позволит разместить ее внутри и подключить напрямую к боевым системам ракетоносца. Предлагаю оснастить лодку ТК этой системой первой. Данная разработка обеспечит нашу безопасность на десятилетия. Одобрено. 1996 года, несмотря на предостережение фонда, силами ВМС США проводились попытки обнаружения и уничтожения объекта под общим кодовым названием «Гарпун». К месту проведения операции прибыли три атомные подводные лодки и четыре эсминца. Ниже приведена стенограмма видеозаписи подводной лодки USS Начало видеозаписи. В кадре виден мостик подводной лодки и множество офицеров. Навигаторы, рулевые, акустик. Командир корабля зачитывает слух боевую задачу и поднимает тревогу. После непродолжительного воя сирены командир поочередно обзванивает все отсеки и получает сообщения от дежурных о полной готовности. Командир. Начинаем. Лампы в боевой режим. Глубина 300 метров. Рули на 10 градусов. Рулевой. Есть 300 метров. Рули на 10. По подлодке пробегает характерный для погружения металлический скрежет. Игулки и постукивания. Включается более темный режим освещения. Офицеры с легкой тревогой на лицах переглядываются. Крен выравнивается, шумы прекратились. Рулевой. 300 метров. Командир. Малый вперед. Курс 107. Акустики работайте. Около 15 минут не происходит ничего примечательного. Лодка продолжает патрулирование. Акустик. Слышу шум сонара. Судя по шуму винтов, это USS. Приближается. Курс 218. Удаление. Постойте. Акустик сильнее прижимает наушник и перенастраивает компьютер. Акустик. Текущая глубина под килем 3720 метров. На глубине шум. Похоже на развал каменных пород. Что-то крупное. Удаление. Около 2 миль. 17 градусов вправо. Старший помощник. Что на гидролокаторе? Офицер за гидролокатором. Пока ничего, но рельеф дна в означенной точке изменился. Акустик. Большой шум. Объект поднимается. 3500 метров. 3400 метров. 3300 метров. Он изменил курс и направляется к нам. Командир, позвонив в торпедный отсек. Заряжайте все оставшиеся аппараты. Положив трубку. Вы видите цель? Старший помощник. Цель слышна, но визуально пока найти ее не можем. Акустик. 3100 метров. Скорость движения в сплоте растет. 2800 метров. Удаление 1,7 миль. Командир. Полный стоп режим тишины. Рулевой шепотом. Есть полный стоп. Двигатели отключены. На мостике воцарилась абсолютная тишина. Включены красные лампы освещения. Акустик продолжает шепотом отчитывать расстояние и глубину до цели. Акустик. 2400. 1,6 миль. 2200. 1,5 миль. 1900. 1,3 мили. 1600. 1,1 мили. 1300. Миля. Старший помощник. Цель начала различаться на сканерах. Пока не четко. Курс прямолинейный. Противолодочный. Слегка виляет из стороны в сторону. Регистрируем очаг теплового излучения. Запускаю процесс сканирования цели. Командир. Открывайте торпедные аппараты. Все. Акустик. 900 метров. 0,9 миль. Торпеда. 14 градусов справа. Впущено с USS. Еще торпеда. Третья торпеда. Четвертая торпеда. Цель активно маневрирует и уходит с курса. Объект начал преследовать USS. Командир. Полный вперед. Старпом веди нас на цель. Глубина 350. Акустик. Первые торпеды мимо. Но выпущены еще три. Попадание. Второе попадание. Все присутствующие закрыли свои уши. Кто-то упал на пол. Некоторые завалились на столы. Часть ламп разбилась. Акустик дрожащими руками сбросил с окровавленных ушей наушники. И с видом контуженного остался безучастно сидеть на своем месте. На экранах сканеров появилось относительно четкое изображение объекта. USS была схвачена ровно посередине гигантской хищной рыбой в форме подводной лодки. Сквозь хаотично расположенные биологические и косно-каменистые наросты проступал ржавый металлический корпус. Носовая часть существа отсутствовала. Его заменял рваный металлический рот, содержащий в себе множество кривых, заостренных штанг и балок, а также треугольные, заостренные металлические и костные клыки. Верхняя надстройка была увенчана поднятым перископом, переделанным в гигантский, ярко светящийся фотофор. На башенной надстройке горели два белых глаза. Хвостовое оперение лодки доработано рыбьими плавниками. Дополнительная пара плавников имеется в центральной части. Рыба лодка вцепилась зубами и рвала днище USS, которое перевернулось практически на 90 градусов набок. Существо с силой выдирало целые огромные фрагменты корпуса лодки и целиком их проглатывало. Воду начало заполнять мутное черное вещество. Офицер, нарушив длительное молчание. Смотрите, у нее кровь. Они все-таки ее ранили. Старший помощник. Это не кровь. Это горюче-смазочные материалы с USS. Им больше ничем не помочь. Нужно стрелять, командир. Командир с бледным выражением лица смотрел на экран и ответил только после громкого отклика. Старший помощник. Командир. Командир. А, да. Огонь из всех аппаратов. Перезарядить и ударить снова. Сначала акустическими. Уведите беднягу акустика в лазарет. И пусть все найдут себе наушники. В следующие минуты лодка выпускает по цели 10 торпед. Осыпь, обладающая парадоксальной маневренностью, уходит от обычных торпед. Но вслед за ней устремляются торпеды с акустическим наведением. Новый акустик. От цели отделилось несколько небольших объектов. Похоже, это торпеды. Движутся в сторону наших торпед. Спустя время. Наши акустические торпеды выведены из строя. Командир корабля начал выказывать явные признаки паники. Командир. Нам нужно всплывать. Всплываем немедленно. Всем готовиться к эвакуации. Старший помощник. Не забываем себя, если подставим ей дно, а не попробуем добить. Новый акустик, сбрасывая наушники. Торпеда движется на нас. 45 градусов слева. Уже близко. Удар неизбежен. Раздался шум удара и металлический грохот. Корпус лодки содрогнулся. Мостик кратковременно погрузился в темноту. Затем моргая, освещение восстановилось. Офицер. Это она что вернула нам нашу торпеду? Старший помощник. Слабоватый удар для взрыва. Командир корабля сел за стол и закрыл головы руками. Старший помощник начал обзванивать отсеки по видеофону. Старший помощник. У кого попадание? Оценка ущерба. Дежурный торпедного отсека. Попадание в торпедный. Все системы в норме. Корпус цел. Аварийная партия не требуется. Погодите. У нас здесь непонятный механический шум между корпусами. Происходит деформация металла. Какой-то скрип. Скрежет. Вода начинает поступать. Что это такое? Истошно крича. Что это оно? Живое. Живое. Стреляйте, олухи, стреляйте. На экране видеофона видно все повышающийся поток воды из стенки отсека, льющиеся через небольшое отверстие. Из дыры начинает высовываться голова на половину металлического бионического гибрида, схожего по виду с глубоководными хаулиодами. Существо активно работает металлическими челюстями и быстро вгрызается внутрь, расширяя себе путь. Матросы безуспешно стреляют из пистолетов. Дежурный продолжает кричать в камеру. В отсеке тем временем происходит замыкание. После нескольких вспышек искр, свет пропадает. Последнее, что можно было увидеть среди электрических вспышек, как в воду падает непомерно длинное, размером с торпеду хищное существо. Старший помощник. Срочно боевую группу в торпедный отсек. Живо, живо. Акустик, где сейчас враг? Командир истошно крича. Нам конец, болван. Нет больше торпед, чего ты хочешь добиться? На видеофон приходит звонок со второго отсека. Матрос, стоящий в окружении вооруженных винтовками коллег, сообщил, что крики в торпедном прекратились, а существо начало рвать двери переборки. С силой оттолкнув старшего помощника от видеофона, командир отдает команду. Командир, отставить боевую группу. Все отсеки закрыть. Срочное всплытие. Продуть балласт. Приготовиться к эвакуации. Заревелась сирена аварийного всплытия. Все присутствующие схватились за трубы и другие прочные предметы. Лодка взяла предельно возможный крен. Вещи посыпались со столов на пол и покатились вниз по коридорам. Спустя некоторое время с характерным броском, вновь скидавшим повсюду незакрепленные вещи, аварийное всплытие завершилось. Офицеры надели жилеты, открыли люки и начали эвакуацию. Оператор поднялся наверх одним из первых. Сразу после кадров длинного лаза появилось изображение чистого ночного неба и спокойного океана. В лунном свете можно разглядеть находящийся неподалеку эсминец, движущийся навстречу всплывшей лодке. Офицер. Вот она всплыла. Идет прямо на нас. Оператор поворачивает камеру и наблюдает рыбу-лодку, плывущую на огромной скорости по поверхности в сторону военных. Фотофоры на башенной надстройке светят ярче луны и прожекторов кораблей. Эсминец открывает по объекту огонь из палубной пушки и пулеметов. Маневрируя с стороны в сторону Порыбьи, SCP-1414 быстро достигает USS и распахивает огромный, наполненный металлическими шипами и зубами рот. Часть экипажа в панике прыгает в воду. SCP-1414 хватает подводную лодку за хвостовую часть. Все еще вращающиеся винты обрубают часть шипов во рту объекта. С резким металлическим скрежетом SCP-1414 захлопывает челюсти и начинает тащить USS под воду. Матросы на наблюдательном мостике пытаются стрелять из винтовок в глазные яблоки существа, выглядывающие из законных проемов бывшей башенной рубки. С несколькими мощными рывками объект затягивает хвостовую часть лодки под воду. Судно сильно кренится. Некоторые офицеры с криками вываливаются из рубки. Операторы с последних сил держатся за трубы выведенного наружу перископа. На кадрах записи видно несколько попаданий эсминца по SCP-1414. Следом за этим в небе появляется шум противолодочного самолета. Объект резко отпускает USS и уходит под воду, прячась от сброшенных сверху глубинных бомб. Подводная лодка быстро падает на днище, разбросав ударной волной всех, кто находился за бортом. В кадре можно видеть множественные рваные повреждения корпуса и хвостовой части. Вода с характерным бурлением начинает заполнять судно. Подоспевший эсминец также начал засыпать участок океан глубинными бомбами. Объект больше не предпринимал атак, скрывшись в глубине. С эсминца спускаются первые шлюпки для спасения экипажа USS. Оператор тяжело дыша. Под водой это царь зверей, но не здесь. Уточненное описание. SCP-1414 представляет собой аномальным образом сформировавшийся разумный бионический гибрид погибшей советской атомной подводной лодки ТК. Проекта 941 Акула. Самый крупный из подводных лодок, создававшихся человечеством, и неизвестных глубоководных океанических форм жизни. Управляет объектом предположительно мозг неизвестного представителя китообразных, подвергшийся значительному воздействию технологии НИИ «Прогресс». По неподтвержденным данным ТК потерпела крушение в мае или июне 1988 года в результате предположительно пожара в носовой части лодки, вызвавшего детонацию боекомплекта торпедного отсека. После затопления ТК опустилась на глубину около 6000 метров, где пребывало неустановленное количество времени, за которое неизвестным образом претерпело трансформацию в SCP-1414. Строение и внешний вид объекта. Информация со сканеров лодки, участвовавшей в операции «Гарпун», позволяет сделать множество выводов. В результате произошедшей трансформации подводная лодка нарастила массу примерно на 65%, а размер на 14%. Поверхность SCP-1414 неоднородна, в различных участках она покрыта крупной чешуей, неизвестным экзоскелетом или костно-каменными наростами. Нароста в основном покрыта тонким слоем некого мха. В редких местах наростов нет, и там можно наблюдать измятой глубоководной деформацией проживевший корпус подводной лодки. Для движения существо использует гигантские плавники, расположенные на центральной части корпуса, на высоте второй палубы, и плавники на хвостовых рулях, на месте бывшего расположения винтов УТК. У SCP-1414 находится трубчатый водопроводящий орган, сходный по внешнему виду с сифоном моллюсков. Башенная надстройка объекта увеличена в размерах, все антенны и перископы выведены наружу и объединены вместе. Сверху над ними находится гигантский биологический фотофор высокой мощности диаметром около 8 метров. Также у объекта наблюдается некое подобие органов зрения. Два крупных белых глаза расположены на передней части башни надстройки в оконных проемах рубки. Носовая часть лодки, поврежденная внутренним взрывом, трансформирована в ротовую полость, снабженная множеством зубов различного вида. От костных, схожих с таковыми у прочих представителей водного мира, до острых металлических. Кроме того, рот заполнен продолговатыми металлическими шипами и балками, расположенными хаотично. Результаты сканирования не позволяют дать точной информации о наличии в структуре мышечной системы объекта. Впрочем, возможность смыкать, размыкать челюсти однозначно предполагает ее наличие. Внешнее сканирование SCP-1414 позволило запечатлеть внутренние костные и биологические структуры, а также некую внутреннюю транспортную систему, связанную с ротовой полостью объекта и бывшим ракетным отсеком. Структурная целостность ракет нарушена, что позволяет объекту регулировать температуру в ракетных отсеках, искаженных новой морфологией. Так, до момента атаки температура отсека не превышала 206 градусов Цельсия, а после употребления первых обломков USS она выросла до 900. По мнению некоторых ученых фонда, это может свидетельствовать о наличии своеобразной пищеварительной системы. Все попадающие внутрь вещества, например, металл уничтоженных маленьких кораблей, могут подвергаться здесь частичной переплавки для последующего использования в качестве ремонтного материала. Вероятно, объект питается органическими существами, либо фильтрует воду для добычи биоматериала. Реакторный отсек также продолжает свою активность, о чем свидетельствует высокая температура в этой части лодки. Возможно, этот орган насыщает объект энергии. Именно поэтому SCP-1414 предпочитает охотиться на суда с ядерным грузом, чтобы пополнить его запас в своем организме. Информация со сканеров также не позволяет установить точку размещения капсулы НИИ Прогресс, вероятно выполняющей роль головного мозга. В архивах ВМФ данной информации обнаружена не была. По мнению специалистов фонда, особое строение капсулы позволило мозгу кита и внутренним оборудованием пережить катастрофу. Объект, находясь в ультраобесальной океанической зоне, мог начать контактировать с представителями местной фауны, удильщиками, хлуиодами и прочими, что в некоторой степени могло определить характер будущей метаморфозы. Помимо прочего, неустановленными остается воздействие удалено, которое, по мнению ученых, НИИ Прогресс было вредным. Анализ обнаруженных на USS Биологических следов биоторпеды, сбежавшей вслед за SCP-1414 после окончания боя, дал интересные результаты. В структуре материала была обнаружена ДНК хаулиодов, а также хемосинтезирующие бактерии, характерные для экосистем, строящихся вокруг глубоководных курильщиков, действующих геотермальных источников. По всей видимости, в точке залегания ТК существовала развитая экосистема, основанная на горячих источниках и колонии данных микроорганизмов, что, в свою очередь, привлекает и более крупных представителей фауны океанического дна. Согласно основной версии, при затоплении ТК могло произойти разрушение реакторного отсека, а возможные части шахт-ракет, что привело к созданию высоконагретой водной среды в пределах лодки. Это могло способствовать постепенному переселению части хемосинтезирующих бактерий с образованием новой обширной колонии внутри ТК. Каким образом бактерии реагировали на избыточный радиационный фон, неизвестно. В связи с отсутствием образца биоторпеды, невозможно с полной уверенностью говорить о том, является ли она модифицированными торпедами ТК, либо потомством SCP-1414. Исследования продолжаются. Продолжение следует...